МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! И как всегда в это время по вторникам в эфире телерадио компании Щелкова, программа «Диалог» и я ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю нашим зрителям, что программа идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450. И задавать вопросы моему сегодняшнему гостю. А у меня сегодня в гостях начальник управления координацией деятельности медицинских и фармацевтических учреждений номер 5 Министерства здравоохранения Московской области Владислав Мирзонов. Здравствуйте, Владислав Александрович. Естественно, вопросы нашим зрителям адресуем, связанные, естественно, с системой здравоохранения. И первый вопрос у меня такой, пока наши зрители собираются с мыслями и набирают номера телефонов. Первый вопрос такой. 9 месяцев минулось того момента, когда учреждения, медучреждения перешли с подчинения регионального на, вернее, с муниципального на региональный. И что, какие достижения за это время, за время реформы? Добрый вечер, Сергей Михайлович. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Действительно, с 1 января полномочия были переданы на региональный уровень. И все медицинские учреждения, бывшие муниципальные, они вошли в состав Министерства здравоохранения в Московской области. То есть стали подчиняться непосредственно Минздраву. И статус их стал государственных медицинских учреждений. Что это дало? Ну, безусловно, поднятие полномочий связано с тем, чтобы выстроить четкую вертикаль управления и лучше координировать деятельность всех наших медицинских учреждений. Ну и самая главная задача – это улучшить, конечно, качество медицинского обслуживания и доступность для нашего населения в медицинских учреждениях. За 9 месяцев похвастаться пока большими результатами не приходится, потому что мы только приступили к нашей общей работе. Но уже есть первые результаты. И, безусловно, одним из ярких, наверное, результатов – это открытие подстанции скорой медицинской помощи на левобережной части города Щелково. Мы столкнулись с этой проблемой в конце еще прошлого года, когда Общероссийский народный фронт вынес эту проблему на рассмотрение, довел до министра. И первой, наверное, первостепенной задачей было решение этой проблемы. И благодаря поднятию полномочий достаточно быстро улучшили время доезда скорой медицинской помощи. Первые шаги были такие, что мы бригаду скорой медицинской помощи Щелковской подстанции, Щелковской станции скорой медицинской помощи, стали размещать во Фрязинской больнице на Фрязинской станции скорой медицинской помощи. Но это еще несколько километров от Щелкова все-таки. Да, но, по крайней мере, не было пробок через мост. И время доезда сократилось существенно. мы стали укладываться в 20-минутный норматив доезда скорой медицинской помощи. И такая передислокация, она именно благодаря поднятию полномочий, потому что стерлись границы у здравоохранения между муниципалитетами. Все медицинские учреждения по области, они стали одного подчинения, поэтому любое медицинское учреждение области, оно является частью одной системы. Ну и на этом мы не остановились. Благодаря совместным усилиям администрации города Щелково при помощи Народного фронта было выделено администрации Щелково помещение на левобережной части, провели ремонт и открыли там подстанцию скорой медицинской помощи на два автомобиля. Сейчас в перспективе у нас будет размещаться четыре автомобиля, потому что вводится в эксплуатацию микроавен Богородский, финский, и для сокращения времени доезда там будет располагаться до четырех машин. Ну это первый, наверное, вот такой. Если можно, я хочу добавить, что событие, вот это событие, как раз открытие подстанции на левобережном, регионального масштаба было, поскольку даже министр здравоохранения Московской области Нина Владимировна Сусланова приезжала на открытие подстанции. У нас есть видеосюжет на эту тему, давайте его посмотрим. Успеть за 20 минут. Перед врачами Щелковской скорой помощи стоят жесткие нормативы. К счастью, теперь они перестанут быть проблемой. Скорая начинает работу по новому адресу. Торжественное открытие подстанции состоялось на улице Сиреневая города Щелково. В кратчайшие сроки были сформированы бригады и подготовлено помещение. Убедиться в эффективности проделанной работы решила министр здравоохранения Московской области. Нина Сусланова приняла участие в торжественной церемонии открытия нового отделения скорой. Мы сегодня фактически открываем вот эту подстанцию по стандарту. То есть здесь все соответствует, я надеюсь, сейчас мы зайдем и увидим это, лицензионным требованиям. Уже выдана лицензия для здравоохранения Московской области. То есть вы официально начинаете сегодня работать. Общероссийский народный фронт очень серьезно болел душой за то, чтобы мы действительно открыли эту подстанцию. И, Нина Владимировна, еще раз хочется отметить, что все это сделано очень-очень не зря. И очень важно, что это сделано вовремя, быстро и очень качественно. Когда все и общественные объединения, организации работают в одном ключе, то мы достигаем именно тех телей, которые ставим перед собой. И я думаю, что подстанция скорой помощи будет работать результативно. А самое главное – это спасение жизни наших жителей еще по странам. Органы исполнительной власти, в лице администрации, в соответствии с вашими поручениями, поручениями Общероссийского народного фронта, постарался в срок выполнить те поставленные перед нами задачи. Вы правильно заметили, что здесь находилось другое учреждение. Мы его перевели в другое место, уплотнили. И в короткие сроки провели косметический ремонт. В новой подстанции будут действовать две бригады скорой – фельдшерская и врачебная общего профиля. В арсенале совершенно новые автомобили – две кареты скорой помощи, выделенные в прошлом году по программе губернатора. Нагрузка на них ложится немалая. Станция будет обслуживать территорию, на которой проживают почти 50 тысяч жителей. До открытия подстанции, чтобы достичь левобережных микрорайонов города, работникам скорой приходилось ехать через единственный мост над Клязьмой, нередко преодолевать огромные пробки. Однако теперь среднее время прибытия на вызов – 17 минут. В помещениях для работы медицинского персонала также есть все необходимое. Владислав Александрович, Вы упомянули перед сюжетом о том, что готовится какая-то программа по хорошему медицинскому ослуживанию жителей новых микрорайонов – Богородский и Финский. Там действительно много тысяч человек заселяется. Что делается в этом направлении? Когда мы говорили о наших успехах, победа только одна у нас – открытие подстанции. В принципе, работа ведется постоянная, кропотливая. Проведен анализ состояния материально-технической базы в целом и потребность в медицинских учреждениях. То есть и охват территории, и обслуживание населения, и учитывается и время дохода наших граждан до медицинских учреждений. То есть минимизируется удаленность медицинских учреждений от жилых массивов. В связи с этим, в плане развития в стопостроенных микрорайонах – это открытие офисов врача общей практики в микрорайоне Богородский, в поселке Свердловский. Также планируется в перспективе строительство поликлиник и открытие поликлиник в этих микрорайонах. Совместно с администрацией по градостроительному плану мы предусматриваем обязательно социальное обременение медицинскими учреждениями во всех микрорайонах. То есть это задача номер один, которую ставит перед нами правительство Московской области и руководитель нашего министерства Нина Владимировна Суслонова. Обязательно наличие во всех вводимых микрорайонах медицинских учреждений. Ну и то, что касается оценки материально-технической базы, тоже можно сказать, что это уже достижение и первые шаги, наверное, к улучшению состояния наших медицинских учреждений. Мы после оценки зданий, корпусов, материально-технической базы, оснащения сформировали программу капитальных ремонтов и вошли уже в 2015 году в программу на сумму 174 миллиона рублей по всему району. Это первый шаг. Касается это скорой медицинской помощи, ремонта детских отделений и, так скажем, первоочередных. 174 миллиона, кроме скорой помощи, сейчас уже начат ремонт на Монинской подстанции и на подстанции биокомбината. В ближайшее время мы приступим к ремонту детского отделения в первой больнице. И сейчас состоялся уже аукцион на проектно-изыскательные работы для ремонта больницы номер 2, Щелковской больницы номер 2. В больнице будет ремонт на сумму 124 миллиона. Мы отремонтируем обязательно урологическое отделение. Мы хотели достаточно быстро и оперативно приступить к ремонту, но с учетом того, что работы носят капитальный характер и предстоит замена и коммуникаций, и вентиляции. Сами работы потребовали именно разработки проекта. Мы поэтому вынуждены были приостановить отработку СМЕД, стали заниматься подготовкой проекта ко всем видам этих работ. Где не потребовался проект, как я говорю, это подстанция скорой медицинской помощи, там мы уже приступили к ремонту, и они уже в стадии завершения, то есть в ближайшее время закончатся. Ну а все большие, естественно, работы мы будем делать грамотно, согласно действующим нормативам. Это и безопасность ремонтных работ, и учет всех требований, санитарно-эпидемиологических строительных норм. Ну а также, кроме этого, после оценки состояния и оснащения оборудованием, сформировали заявку, и уже аукционы прошли по поступлению медицинского оборудования в Щелковский район. Я хочу поделиться уже информацией, что будет поставлен в Щелковский район компьютерный томограф 64-срезовый, аукционы уже отыграны, в скором времени определится у нас поставщик. А куда, в какой очереди его? В Щелковскую районную больницу номер 2, но после того, как поставщик у нас будет определен, мы разработаем проект под помещение. И я надеюсь, что уже к лету 2016 года компьютерный томограф будет стоять и оказывать необходимую помощь нашему населению. Также мы получим рентген-аппарат, флюорографы, передвижное рентгенооборудование с СДУГО, это для травматологического отделения. Алексей Васильевич Валов объявил, что будет приобретен для нас передвижной рентген-аппарат, это для обслуживания сельского населения. Также мы получаем УЗИ-аппараты экспортного класса. В общем, делаем уже первые шаги для того, чтобы в наших медицинских учреждениях было хорошее современное диагностическое оборудование. Безусловно, работы будут продолжаться, потому что мы сейчас сформировали дополнительную заявку на те помещения, которые не вошли в первый этап программы 2015-2016 год. В 2016 году будут дозаявлены все медицинские учреждения, которые требуют капитального ремонта. Как пример могу привести Монинская больница. Сейчас первоочередное вошло, вошли ремонтные работы на сумму 47 миллионов рублей. После визита Мониной и министра, и Ольги Сергеевны забрали объезд территории. Дано поручение о полноценном, так скажем, приведении в должностующий вид этого учреждения. Они вот сейчас сметы подготовлены на сумму 200 миллионов рублей. То есть мы, я надеюсь, в ближайшее время приведем все наши медицинские учреждения в порядок, чтобы было удобно и пациентам, и было комфортно, чтобы не приходилось лечиться в условиях таких, как урологическое отделение, где ремонта не было 30 лет. Мы, конечно же, считаем, что это неправильно. Будем приводить все в порядок. Я хочу напомнить нашим зрителям, что программа идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496-567-1440 и 567-1450 и задавать вопросы моему сегодняшнему гостю, начальнику управления координацией деятельности медицинских и фармацевтических организаций номер 5 Министерства здравоохранения Московской области Владиславу Мерзонову. Итак, звоните и спрашивайте, задавайте все вопросы, которые связаны со здравоохранением в Щелковском районе. Владислав Александрович, вот мы с вами уже поговорили о тех объектах, которые только сданы, но я имею в виду подстанцию скорой помощи, о ремонте уже существующих объектов, которые имеют довольно значительную степень износа. Но есть еще объекты, которые у нас действительно строятся в настоящее время и которые имеют очень важное значение не только на муниципальном местном районном уровне, но и на региональном областном. Я, конечно, имею в виду перинатальный центр. Недалеко, как вчера, там побывал губернатор Андрей Юрьевич Воробьев на строительстве этого центра. Я дважды там был министр строительства области Сергей Пахомов. И я предлагаю сейчас посмотреть видеосюжет на эту тему. Сдать в срок. Перинатальный центр – объект крайне важный в масштабах не только Щелковского района, но и Московской области в целом. Поэтому контроль за его строительством ведется и на региональном уровне. С повторным визитом на строящийся медицинский объект прибыл руководитель регионального минстроя Сергей Пахомов. Проверить, исправили ли строители выявленные несколько недель назад нарушения. На объекте были действительно отставания. Мы дали определенные поручения по усилению работ, по увеличению количества людей. На площадке в тот момент, когда мы с вами встречались, было 160 человек, сейчас 250 человек. И в следующей неделе еще будет плюс 150 человек. Будем постоянно контролировать и также внушать нашим строителям, что сроки надо соблюдать. Я думаю, что у них изменится. Во время прошлого визита отставание от графика составляло 2,5 месяца. По словам руководителя компании-застройщика Мортон, ход работ замедлился по вине недобросовестного поставщика. Но сейчас темпы строительства ускорены. Работа на площадке ведется круглосуточно, и все силы брошены на то, чтобы нагнать сроки. Перинатальный центр – объект поистине уникальный. В отличие от обычного роддома, центр будет обеспечен усиленной реанимацией, возможности выхаживать недоношенных детей весом до 500 граммов и помогать беременным женщинам с патологиями. После сдачи в эксплуатацию центр будет рассчитан на 150 мест стационарий и прием около 400 посетителей в день. Такой объект в Щелковском районе и в регионе в целом ждут с нетерпением. А Сергей Пахомов заверил сдачу перинатального центра, как и запланировано состоится во втором квартале 2016 года. Владислав Александрович, насколько важен действительно этот перинатальный центр для Щелковского района и области. Все-таки 150 мест в стационаре, как мы узнали, и 400 человек прием за смену – это не так уж и много. Безусловно, медицинское учреждение такого уровня – это очень необходимое медицинское учреждение для населения прежде всего. Мы услышали в этом сюжете, что оснащенная и оборудованная реанимация – это медицинское учреждение, позволило оказывать медицинскую помощь детям с рожденным с очень низким весом, от 500 грамм, выхаживать таких детей. Во-первых, перинатальный центр – качественное медицинское учреждение, которое качественно меняет саму помощь оказания и беременным, и роженицам, ну и, безусловно, новорожденным детям. Перинатальный центр вот сейчас у нас действует только в ближайших территориях – это в Балашихе и в Мытищах, созданной на базе роддома. И уже результат показал всю необходимость этих медицинских учреждений. О том, что снизилась и смертность младенческая. Мы говорим как раз про критическую низкую массу тела новорожденных. Позволили выхаживать детей, позволили улучшить медицинскую помощь и женщинам. И, безусловно, то, что будет современное такое учреждение в Щелковском районе, это, я считаю, и заслуга, и победа в целом для области. Потому что чем больше будет медицинских учреждений такого уровня, тем и здоровее будет наше население, наверное, и лучше медицинская помощь. У нас есть звонок нашего зрителя. Давайте послушаем. Здравствуйте. Алло. Да-да, здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Меня зовут Валентина Яковлевна. Скажите, пожалуйста, Владислав Александрович, как будет решаться проблема кадров врачей? Дело в том, что вот в первой поликлинике, но я думаю, что это проблема всей страны, это не только проблема и Подмосковья, в частности, и вот в первой поликлинике 24 участка, 8 терапевтов всего, понятно, что они должны принимать по 2-3 участка очереди. Вот к хирургу 3 часа я сама была и 3 часа сидела к хирургу. Зарплата очень низкая у врачей. Да, и еще один вопрос, это флюорограф. Вы не сказали, что именно в первой поликлинику будет флюорограф, потому что уже год нет флюорографа в первой поликлинике. Очень большая нагрузка на рентген-кабинет, и им приходится, ну, выполнять очень большую работу. Флюорограф будет в поликлинике в этом году, хотя говорили, что поставили уже вроде в план, и должна быть должен флюорограф. Спасибо. Спасибо, Валентина Яковлевна. Спасибо, Валентина Яковлевна. Очень важный вопрос. Действительно, проблема очень острая. Она, как правильно Валентина Яковлевна сказала, касается не только Щелковского района, это проблема в целом. Проблема кадров, естественно. Да, проблема кадров, безусловно. И, как следствие, проблема очередей. И, безусловно, пристальное внимание и у губернатора на эту проблему, и у правительства Московской области, и у министерства. Мы предпринимаем серьезные усилия и меры по улучшению кадровой ситуации. Работаем с вузами, работаем с другими регионами по привлечению к нам медицинских работников. Очень тесное взаимодействие с администрацией города Щелково. И понимание есть. Нам предоставляют и социальные льготы для медицинских работников. То есть помощь в устройстве детей в детские сады, в школы. Идет компенсация за съем жилья. Выделяются служебные квартиры для привлечения кадров. И эти меры уже дают первые шаги у нас за этот год. Положительная динамика в устройстве на работу к нам, как врачей, так и среднего медицинского персонала. Был, так скажем, поставлен на задача. И был на 1 сентября определен некий план по привлечению кадров. Могу сказать, что все медицинские учреждения выполнили его. И дальше продолжается эта работа. Она не была одномоментной. Эта работа постоянная. Мониторинг кадровой ситуации проводится еженедельно. На уровне первого заместителя председателя правительства Ольги Сергеевны Забраловой. То есть мониторинг такой ведется. Мы и в дальнейшем будем постоянно эту работу по привлечению кадров проводить. Но, конечно, решается она не так быстро, как хотелось бы. Но то, что теперь эта задача общая и Министерство здравоохранения, и администрация, я думаю, общими усилиями мы сумеем ее решить. А то, что проблема очередей, о которых тоже сказала Валентина Яковлевна, здесь решение идет еще и с другой стороны. Понимая, что есть нехватка, не ждем, не сидим сложа руки, только прибытие медицинских работников и врачей. Пытаемся оптимизировать работу медицинских учреждений теми силами, которыми они сейчас обеспечены. Как предложение, это будет оптимизация работы регистратура. Вот я, пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание и довести до населения о возможности электронной записи через интернет. Знаю, что вот те, кто записывается, говорят, что достаточно быстро эта электронная запись расходится, что открываюсь на две недели, а это сделано... И уже все занято. Да, уже очень быстро все занято. И поэтому вынуждены обращаться в регистратуру дальше. В связи с этим мы сейчас в ближайшее время сделаем так называемые колл-центры при наших медицинских учреждениях. Впоследствии он будет, наверное, один на район, но пока мы при каждом медицинском учреждении будем выделять отдельный телефон в регистратуру, который будет заниматься только с... Записью. Ну, не только с записью, он будет заниматься общением с населением по телефону. То есть мы разгрузим работу регистратуры, когда наши регистраторы вынуждены отвечать на телефон и давать какую-то информацию, естественно, удлиняется время и создается очередь. Вот чтобы очередь сократить, здесь оптимизируем работу, выделив телефон, посадив отдельного человека, он будет работать только вот на телефоне. И задача колл-центра, она будет сводиться к следующему. Первая – это информация о работе медицинского учреждения, о работе кабинетов, о времени и графике работы. Вторая – это запись пациентов к участковому врачу и узким специалистам. Причем, чтобы это было эффективно, и чтобы каждый гражданин мог записаться через колл-центр с разработчиками программы, которая ведет вот эта электронная регистратура, мы договорились уже о том, что вот оператору, который будет вести запись через колл-центра, откроем на месяц возможность записываться. Потому что там будет формироваться запись «врач-врач», чтобы пациент, когда был на приеме уже у врача, и ему нужен следующий прием или направление к участковому специалисту, не шел бы опять записываться в регистратуру. А врач после приема сам бы записывал его через колл-центр к необходимому специалисту или же опять к себе на прием, к последующим, и выдавал бы ему талончик, безусловно, облегчая пациенту возможность прибыть без дополнительного стояния в очередях, без дополнительного прихода в медицинское учреждение. А как скоро появится? Я думаю, что в ближайшую неделю, наверное, мы это сделаем. Ну, может быть, до конца этой недели не успеем, но то, что уже на следующей неделе мы сделаем, обязательно доведем информацию, попросим вас или бегущей строкой, и на сайтах, безусловно, мы все эти телефоны укажем. И будет очень важно, чтобы это заработало. Ну, а также еще вот задача колл-центра, это, безусловно, активный вызов со скорой помощи, который будет поступать. Ну, и также колл-центр, это, безусловно, то место, куда может обратиться любой из граждан граждан с замечаниями по работе, с тем, что он не может попасть куда-то, не может записаться куда-то, или же недоволен медицинским обслуживанием, некачественным медицинским обслуживанием. В этом случае оператор будет записывать жалобу и дежурному администратору. А дежурный администратор у нас сейчас будет формироваться в каждом медицинском учреждении. Уровень дежурного администратора от заместителя главного врача до зав. отделения никак не ниже. То есть это будет системный человек, который может повлиять на работу у медицинского учреждения и, безусловно, оказать помощь максимально быстро каждому обратившемуся. Будет записывать координаты, выяснять причины возникновения вот этой жалобы и тут же решать и, соответственно, связываться с пациентом. Давайте прервемся буквально на несколько минут. Напоминаю нашим зрителям, что сегодня мы говорим о проблемах здравоохранения в нашем районе. Так что не переключайтесь. Буквально через три минуты мы вернемся в эту студию. Мы продолжаем программу «Диалог» в прямом эфире. Напоминаю, телефоны нашей студии 496-567-1440 и 567-1450. Вы можете звонить и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю, начальник управления координацией деятельности медицинских и фармацевтических учреждений номер 5 Министерства здравоохранения Московской области Владиславу Мерзонову. Владислав Александрович, вопрос такой. Сейчас очень много говорят об оптимизации системы здравоохранения. Что это такое? Многие думают, что это просто будут сокращать, думают, что это такой синоним оптимизировать. Не могли бы вы более подробно рассказать, что подразумевается под словом оптимизация? Спасибо за этот вопрос, Сергей Михайлович. Потому что это, наверное, одна также из основных задач, которая была поставлена руководством области перед Министерством здравоохранения. оптимизировать медицинскую сеть. Для чего это делается? На примере Щелковского района можно сказать о том, что имеется очень много небольших медицинских учреждений с небольшой коечностью, и они, являясь отдельными юридическими лицами, работают каждый сам по себе. Оптимизация подразумевает укропнение и слияние медицинских учреждений в один комплекс. Для чего это делается? Прежде всего, это делается для того, чтобы все наши медицинские учреждения были бы многопрофильными. Как пример могу привести? Вот маленькое медицинское учреждение, где профиль только терапевтический, принимая пациента, может оказывать ему помощь только терапевтическую. Соответственно, если нужна специализированная медицинская помощь, то пациент с этого учреждения по договоренности направляется или по квоте, или в порядке очередности, направляется в другое медицинское учреждение, где он также вынужден ставить в очереди, попасть к специалистам, ждать, когда такая возможность наступит, и госпитализироваться уже там. Понятие оптимизации и объединения, оно подразумевает, что войдя в состав одного учреждения, вот эти маленькие медицинские учреждения будут являться его структурными подразделениями, то есть фактически отделениями. И пациент будет избавлен от дополнительного круга, обращения, записи к специалистам, потому что он, попав в одно отделение, будет просто, если есть необходимость, переведен в другое отделение, что существенно и облегчит жизнь пациенту, и сократит время на получение другого вида помощи. Поэтому оптимизация – это, безусловно, сокращение, но административного аппарата, бухгалтерий дополнительных, хозяйственников дополнительных. Ни одно медицинское учреждение в Щелковском районе закрыто не будет. Не будет ликвидирована ни одна койка. Не пострадает никак медицинский персонал, как врачебный, так сестренский, так и младший медицинский персонал. Оптимизация – это цепь мероприятий, комплекс мероприятий, направленных на именно оптимальное оказание медицинской помощи. Оптимизация также поможет и внутри самого медицинского учреждения менять профиль койечности по меру его востребованности. Как пример могу сказать, что в основном в осеннее-весеннее время у нас очень сильно становятся востребованы койки специализированной медицинской помощи. Как правило, это перед новогодними праздниками или в весенний период, и тогда идет острая нехватка койк неврологического профиля, кардиологического профиля. Оптимизация в единой системе, так скажем, в системе единого управления позволит руководителю, перепрофилируя койки в других учреждениях, направлять пациентов именно туда. То, что сейчас нет возможности у отдельного юридического лица маленького лечебного учреждения, самовольно перепрофилировать койки, во-первых, нет специалистов, это раз, а во-вторых, нет лицензии, то есть нет права на оказание этой медицинской помощи. А у единого большого структурного подразделения, естественно, при его наличии всех лицензий, такая возможность есть. Это раз. Второе, то, что позволит оптимизации, это, безусловно, улучшение, получение возможности обследования, диагностической возможности для всех пациентов. Опять-таки, если я, как пример, приводил, вернее, для получения специализированной помощи или какой-то другой медицинской помощи, то это же касается и в плане диагностики. Обратившись по месту жительства в свое медицинское учреждение, которое является структурным подразделением одного большого общего медицинского учреждения, пациент будет направлен на консультацию или на диагностическое обследование транспортом, довезен, получит обследование, вернется обратно на свою койку, где продолжит лечение. То есть, понимаете, это для населения только плюсы. И, как пример, я не скажу, что это будет что-то революционное, неожиданное. Такая оптимизация проводилась в 2012 году в Матичинском районе, где сельские больницы Сухарева, Пирогова, Осташкова присоединились к Матичинской городской клинической больнице. Но территориально-то они остались на месте? Они остались территориально на месте, да. То есть, понимаете, они также были юрлицами. То есть, из Пирогова в Матичи не надо ехать? Не надо, не надо. Я вот и пытаюсь, как пример, объяснить. Они остались на месте. Они раньше были юрлицами на 30-40 коек. Оказывали помощь только одного профиля, терапевтического, потому что лицензии нет и быть не могло у маленького такого учреждения без должной диагностической базы, без должного оборудования, чтобы оказывать другой вид помощи. А после того, как они вошли в подчиненность, в состав Матичинской городской клинической больницы, то, что вот я приводил пример, у пациентов появилась возможность. И мы думали, что эти учреждения, ну а еще тут менялась система финансирования, то есть медицинские учреждения все переходили на одноканальную систему финансирования, и была угроза, что с таким, ну так, с такой построенной системой работы эти медицинские учреждения не выживут, и при соединении их к большому учреждению просто оставят их на плаву. Так вот, манипулирование профилем, то есть очень быстрое оперативное перестраивание работы койки по мере востребованности на данном временном промежутке не только помогло им не погибнуть, так они стали эффективно работать, и в целом работа самого учреждения вот в этом комплексе стала лучше. Ну и сами понимаете, что когда летний период, безусловно, тут больше нуждаются уже в терапевтических койках, то же самое, специализированные койки мы закладываем и заполняем эти койки именно теми пациентами, которые сейчас нуждаются. Ну а пациенты, что говорят, все-таки уже три года почти прошло, да? Вы сказали, с 2012 года идет оптимизация в терапевтическом районе. Ну она уже проведена, и вы знаете, отклики только положительные. То есть пациентам действительно стало реально легче попасть на обследование, попасть на специализированную койку, на высокотехнологичную койку. Ну и, кстати, оптимизация, она касается не только объединения и слияния больниц, но вот сейчас то, что с поднятием полномочий границы муниципальные размыты в здравоохранении, у нашего пятого медицинского округа налажена маршрутизация между всеми медицинскими учреждениями. В пятом медицинском округе работает шикарный сосудистый центр, где оказывается помощь пациентам с острым коронарным синдромом, с инфарктами, ставятся бесплатно стенды, спасаются просто вот много жизней человеческих. И более того, человек с инфарктом, получая такой вот уникальный вид помощи, как установка стенда, он не становится инвалидом. Он уже через два дня выходит домой на достаточно быстрое долечивание и возвращается в строй. Теперь весь пятый округ имеет возможность приезжать и такую помощь получать. Даже более того, скорая медицинская помощь у нас доставляет пациентов туда. Хотя я знаю, что в Щелковском районе с Пироговским центром этот маршрут отработан, но сейчас просто для населения появляется еще одна возможность. Также используем мы диагностическую базу и магниторезонансный томограф, и компьютерный томограф для всего округа. И, безусловно, перинатальный центр, которого строительство будет в следующем году, он также будет обслуживать не только жителей Щелковского района, а ближайших районов и даже округов. Потому что, как мы уже говорили, это действительно очень важно для области в целом, для создания высококлассной, высокотехнологичной медицинской помощи, для приближения этой помощи к населению. У нас есть еще один звонок. Владислав Александрович, кто-то из зрителей хочет задать вам вопрос. Давайте послушаем. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Юлия. Я являюсь жительницей деревни Богослова. Хотела бы Владиславу Александровичу поблагодарить и отметить Щелковскую стоматологическую в поликлинику. Я являлась когда по праздниям ходила в поликлинику и случайно попала в Щелковскую. Вообще такого отношения не видела нигде даже в платных клиниках. Начиная с регистратуры, с администраторов, огромная благодарность просто таких врачей. Вот хотела бы просто поблагодарить главного врача Серидова Елены Ивановны, ну и конечно своего лечащего врача такого Ольгу Юрьевну. И также мой ребенок посещает теперь поликлинику. Не знаю, просто огромная благодарность за таких врачей. За такое отношение. Спасибо. Большое спасибо, Юля. Очень-очень приятно слышать теплые слова, потому что честно скажу, по специфике своей работы безусловно сталкиваешься с, конечно же, с жалобами, с обращениями и зачастую они справедливы. Но в то же время хочется отметить, что все-таки медицинские работники, они ежедневно своим трудом и спасают жизнь, и оказывают медицинскую помощь, и возвращают здоровье во много раз больше, чем вот эти вот жалобы, обращения. Поэтому, Юля, еще раз спасибо за такие теплые слова. Они очень и очень нужны и медицинским работникам, и нам, представителям Министерства Здравоохранения. Еще раз большое спасибо. Еще одну тему, которую хотелось бы затронуть сегодня в нашем разговоре, Владислав Светанович, это тема импортозамещения лекарств, связанная, естественно, и в том числе с международными санкциями. На прошлой неделе было опубликовано постановление правительства о том, что будет датироваться из госбюджета производство лекарств в нашей стране. Я сейчас называть не буду, это действительно на федеральном уровне. Хотелось бы узнать, что делается у нас в районе, ну, соответственно, в пятом округе, который вы курируете. Спасибо, Сергей Михайлович. Безусловно, очень важная тема, животрепещущая тема, и большинство обращений в управление здравоохранения, в Минздрав связано именно с лекарственным обеспечением. И из этих обращений, если и провести градацию по обращению, то есть нехватка лекарства, неполучение лекарства, Росцен, да, на первое место выходит именно как раз импортозамещение. Это либо же отказ, либо просто обращение, почему замещают. Ну, что хотелось бы сказать для наших уважаемых телезрителей. Понимаете, вот то, что было принято решение об импортозамещении, оно было вызвано сначала достаточно острой проблемой в связи с тем, что ряд производителей импортных, они прекратили после введения санкций поставку медицинских препаратов в Россию. И пациенты наши стали заложниками привязанности именно к импортным препаратам. Поэтому правительством была разработана целая программа по быстрому и оперативному замещению импорта на отечественные препараты. Заработали ряд предприятий и уже ко второй половине этого года мы получили существенное, так скажем, существенное облегчение тем, что препараты определенной химической группы, которая нужна для лечения тех или иных заболеваний, у нас появились. Безусловно, в виде этого и производители импортные стали возвращать, как бы пытаться вернуться. Но, сами понимаете, что, когда мы увидели, насколько остро мы зависим, очень важно, чтобы мы имели свою базу. То, что население обращается и есть некоторые, как бы, не согласны к замене импорта, боясь то, что препараты будут некачественные, не столь эффективные. Сейчас мне бы хотелось рассказать, вернее, и довести информацию до наших телезрителей о том, что очень жесткий контроль качества наших отечественных препаратов. И все препараты, которые сейчас выходят на рынок, они соответствуют тому составу химическую, которая заявлена в препарате. И, безусловно, они также эффективны. Некоторые даже еще и лучше, чем импортные аналоги. А контроль на каком уровне осуществляется? На заводском или уже на заводском? При поступлении в розыгрышную сеть. Хотя, вот, чтобы и знало наше население, если вдруг появляется сигнал о фальсификате или некачественном препарате, и информация поступает в Минздрав, отрабатывается вся серия, вся партия, приостанавливается к реализации, изымается, проверяется на серьезном уровне, если выявляется действительно замечание, то партия просто вся изымается. Но, вот, так, по опыту моей работы, да, она сдается на утилизацию, то есть, реализацию. Мы, более того, проверяем не только аптеки, с которыми самим приходится работать, но вообще все аптечные пункты, которые находятся на территории. То есть, проверяется вот эта партия, этот препарат. Мы такие сигналы получаем, но вот уже очень давно фальсификаты в нашем округе не выявлялись. Ну, в нашем районе, и на территории Щелковского района, и других вот районов, входящих в состав округа, не выявлялись. Ну, а также, вот, как пример качественности и чистоты препаратов мы вакцину против гриппа привести. Сейчас же, вот, началась у нас очередная вакцинация против эпидемии гриппа, и я сам лично вот уже пятый год прививаюсь только... И призываете к этому наших зрителей. Да, 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 и в этот раз я тоже прививаю. И удается не болеть после этого. Да, гриппом хорошая вакцина, прекрасно на нее реагируют и мои дети, и я, то есть, переносят. В общем, советуете всем. Ну, безусловно, это самая лучшая система защиты, Большое спасибо Владислав Александрович за сегодняшний разговор, спасибо, что нашли время прийти к нам, к сожалению, время нашей программы ограничено в эфире. Очень жаль, будем надеяться видеть еще раз у нас в гостях, в гостях у программы «Диалог». Я напоминаю нашим зрителям, что это была программа «Диалог» в прямом эфире. Смотрите нас каждый вторник в 19 часов в эфире телерадиокомпания Щелкова. Всего доброго, счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин